МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. На финишной прямой, когда закончится ремонт школы номер 10. Для помощи людям с ОВЗ общество инвалидов проводит благотворительную акцию. В ресторане Прайм прошел финал высшего дивизиона зимней боулинг-лиги. Далее расскажем обо всем подробно. Капитальный ремонт 10-й школы должны были завершить в середине августа прошлого года. Но подрядчик в график не уложился. В итоге сроки сдачи объекта постоянно передвигали. Сейчас школа готова на 95%. Подрядчик устраняет выявленные комиссии и нарушения. Когда здание будет полностью готово к приему детей, выясняла наша съемочная группа. Капитальный ремонт школы номер 10 начался в конце 2018 года. Сдать ее должны были 15 августа 2019, чтобы к 1 сентября дети пошли учиться в обновленное здание. Но этим планам не суждено было сбыться. Подрядчик отстал от графика, сначала передвинул срок на сентябрь, затем озвучил новую дату – 30 ноября. Потом 9 января. Пришлось очень много применить воздействия со стороны департамента образования, департамента УКСа и администрации, для того, чтобы призвать подрядчика именно работать так, как нам нужно. Понимая, что речь идет о безопасности детей, администрация уделяет пристальное внимание контролю за ходом работ. На место постоянно выезжают представители муниципалитета, департамента образования и школы. Есть несколько таких, будем говорить, проблемных вопросов. Это в туалетах мы делаем плитку до конца, не доделали. Это отделка откосов плиткой. Но там буквально осталось 3-4 туалета, которые мы должны доделать. А в остальном это уже идет работа по устранению недостатков. Верхние этажи полностью готовы, стены покрашены, пол покрывает линолеум, подключено электричество. Во многих кабинетах расставлена мебель. Благодаря победе в грантовом конкурсе Министерства образования Нижегородской области и финансовой поддержки администрации Сарова в 10-й школе полностью поменяют все оборудование, начиная от кухонной техники и заканчивая интерактивными досками. В обновленном здании появятся цифровые лаборатории по физике, химии и биологии. Полностью индивидуальная лаборатория будет на каждого учащегося. Они будут работать от индивидуального компьютера. Для этого мы приобретаем в эти же классы специализированные мобильные компьютерные классы. Они уже приобретены. То есть у каждого ребенка своя лаборатория, свое подключение к компьютеру. Естественно, обработка информации будет наглядной. 10-й школа будет первой школой в нашем городе, полностью оборудованной для детей с ограниченными возможностями здоровья. Помимо пандусов и разметки, во время ремонта в здании установили специальный подъемник до второго этажа для инвалидов-колясочников. Ну и следовательно, если мы до второго этажа поднимаем мобильных граждан, то и предусмотрели все специализированные кабинеты не выше второго этажа. То есть это кабинеты химии, физики, музыки, изотехнологии. Актовый зал тоже расположен на уровне не выше второго этажа. Также в кабинетах появятся 3D-принтеры, станки с числовым программным управлением, верстаки и многое другое. Здание оборудуют системой видеонаблюдения. Озвучивать точную дату, когда школу сдадут, представители администрации опасаются. Но вполне вероятно, что ученики вернутся в родные стены уже в четвертой четверти. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютьюбе. К другим новостям. Инвалидные кресла и костыли, средства по уходу за лежачими больными, настольные игры и пазлы. Это далеко не полный перечень того, что может быть необходимо людям с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы им помочь, общество инвалидов Сарова организовало боготворительную акцию. Всего год назад Валерий Семиков возглавил общество инвалидов. За это время он успел наладить работу в области досуга социальной адаптации и защиты прав людей с ограниченными возможностями. Организовать сборы необходимых вещей для инвалидов. Многие люди с УВЗ редко выходят на улицу, поэтому общество приняло решение провести благотворительную акцию, чтобы разнообразить досуг своих подопечных. Для того, чтобы находиться дома, какие-то занимательные игры, чтобы, ну не знаю, мозаики, пазлы. Во-первых, это развивает и мелкую моторику рук, ну и занятия, какое-то развлечение. На призыв помочь людям с ограниченными возможностями здоровья откликнулись благотворительные фонды «Подари жизнь» с мира по ниточке, волонтеры, предприниматели и неравнодушные граждане. «Оказывать такую посильную помощь, к сожалению, не так много, как это хотелось бы нам, потому что у инвалидов много проблем, которые на протяжении вот этого года я столкнулся с этим, что хочется многим помочь, решить какие-то вопросы, но не всегда есть возможность, не только материальная, но и законодательно, то, что возможно, решаем». В нашем городе живут более 4 тысяч инвалидов. Большинство из них нуждается в помощи. Если у вас остались ненужные вещи в хорошем состоянии, их можно принести на Бессарабинка-14. «Средства по уходу за инвалидами не обязательно, вот какие-то вещи ненужные дома, ну в каком плане ненужные, они может быть ненужны вам, вот костыли, палки, кресла инвалидные. Мы постараемся это все вернуть этому рабочее состояние и отдать нуждающимся, потому что бывает такая ситуация, что не в состоянии люди купить инвалидную коляску». В планах у руководителя развивать материально-техническую базу общества инвалидов и на вырученные деньги оказывать помощь нуждающимся. Также в планах у Валерия Семикова научить людей с ОВЗ пользоваться компьютерами и интернетом. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Первый в стране токсикологический центр для животных откроется на базе Нижегородской областной ветеринарной лаборатории в Нижнем Новгороде. По словам губернатора Глеба Никитина, лечебное учреждение будет оснащено самым современным оборудованием, включая то, что используется в столичном институте имени Склифосовского. Оно позволит нижегородским ветеринарам проводить исследования с максимальной точностью. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С этого месяца в России начала работать программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Ее запустили в рамках национального проекта по поддержке предпринимательства. 90 банков, участвующих в программе, выдают бизнесменам кредиты по сниженной ставке до 8,5% годовых. А государство компенсирует кредитным организациям недополученную прибыль. Для того, чтобы получить деньги, необходимо выполнить ряд условий. Компания должна состоять в едином реестре субъектов малого и среднего бизнеса, не иметь долгов по зарплате и не проходить процедуру банкротства. Более подробно об условиях льготного кредитования можно узнать на сайте мойбизнес.рф. С 19 февраля и до середины марта в Нижегородской области возможно ухудшение телесигнала. Всему виной солнечная интерференция. Это явление наблюдается дважды в год. На протяжении трех с половиной недель одни осеннего и весеннего равноденствия. В это время солнце, спутник связей и приемные антенны выстраиваются на одной линии, что приводит к ухудшению качества приема телерадиоканалов. В Сарове пройдет 14-я Всероссийская молодежная научно-инновационная школа математика и математическое моделирование. В этом году она будет работать с 7 по 9 апреля. Основной площадкой по традиции станет Саровский физико-технический институт. В стенах вуза с лекциями выступят ведущие специалисты ядерного центра. Пройдет Олимпиада по численному моделированию взрывных процессов. В заключительный день для гостей проведут экскурсионную программу. В ресторане «Прайм» прошел финал турнира высшего дивизиона зимней боулинг-лиги. За победу боролись сильнейшие спортсмены, сотрудники различных подразделений в НИЭФ. Подробности в следующем репортаже. Азарт соревнований, спортивный дух и положительные эмоции. Пожалуй, все, что нужно для сплочения любого коллектива. Саровская федерация боулинга почти полностью состоит из сотрудников РФАЦ в НИЭФ. С 2018 года они регулярно проводят турниры в ресторане «Прайм». Зимняя боулинг-лига не стала исключением. В финале высшего дивизиона встретились 8 игроков. В дивизионе 8 человек, каждый с каждой играет 2 партии. Если обе партии выиграл, победил 2-0, 3 очка в зачет. Если одну выиграл, одну проиграл, нищая одну очко, ну проиграл ноль. Ну и по итогам турнира, кто больше всех очков набрал, тот чемпион. Вот так же в каждом дивизионе. Двое худших из дивизиона вылетают, двое лучших переводится на дивизион выше. Стремление к победе и точность движений соперников придавали динамики во время игры. В перерывах между бросками участники смогли перевести дух на уютных диванах, которые расположены рядом с дорожками, насладиться общением и обменяться опытом. После подведения итогов организаторы наградили лучших игроков дипломами, медалями и призами от спонсоров. Алексей Озев впервые соревновался в высшем дивизионе. Мужчина увлекается боулингом почти два года. Со временем наработал опыт и технику. В этот раз ему удалось занять третье место. Я вначале был пониже в дивизионе, его выиграл, и вот попытался составить конкуренцию в первом дивизионе. В общем, очень сильный состав. Я шел на первом месте, но последние две игры меня подвели. Но я остался в призовых, я этому рад. В ресторане «Прайм» созданы все условия для комфортной игры в боулинг. Восемь дорожек фирмы «Бранцвик» рассчитаны на игроков любого уровня подготовки, от любителей до профессионалов. Каждая из них оснащена системой автоматического подсчета очков и мониторами, на которых сразу можно увидеть результаты. Администрация идет нам навстречу практически 95% вопросов. Всегда находим общий язык. Огромная благодарность клубу «Прайм». Очень удобная площадка, оптимальная площадка для проведения турниров любой категории сложности. Зал для боулинга в ресторане «Прайм» подходит для проведения любых мероприятий. От детских дней рождений до корпоративных банкетов в спортивном стиле. Здесь можно весело и увлекательно провести время за игрой, в уютной атмосфере насладиться блюдами русской, паназиатской и европейской кухни. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». На лыжной базе прошел 41-й лыжный мемориал имени Бориса Глебовича Музрукова. На старт вышли около 3000 человек. Жители Сарова и гости из других городов, в том числе ветераны спорта. На большом спортивном празднике побывала и наша съемочная группа. Почтить память выдающегося организатора оборонной и атомной промышленности и возложить цветы к его памятнику пришли сотрудники ядерного центра, представители власти, студенты политехникума и сарфаты, патриотические отряды города. Борис Глебович Музруков был директором РФЦНЕВ с 1955 по 1974 годы. За это время он внес огромный вклад в обеспечение обороноспособности нашей страны. Стал первым председателем горспортсовета, почетным гражданином Сарова, дважды героем социалистического труда. Хороший лыжный праздник, это традиция, которую мы очень чтим. Это достойная память Борису Глебовичу Музрукову. В этом году мы проводим празднование, в том числе посвященное и 75-летию нашей отрасли. Отрасли, которая создала атомный щит, щит, который позволил нашей стране 75 лет жить в мире. И мы также должны быть благодарны и Борису Глебовичу, который внес достойный вклад в создание первой атомной бомбы. После возложения цветов на обновленной лыжной базе многократный чемпион мира по лыжным гонкам среди любителей Вячеслав Кайдаш вместе с членами комиссии по работе с молодежью профкома Рфятснеев зажег огонь соревнований и дал старт 41-му мемориалу Бориса Глебовича Музрукова. На снежную трассу традиционно вышли сотрудники подразделений института. Жители Сарова, гости из других городов, ветераны спорта. Спортивный праздник собрал в этом году почти 3000 человек. Безусловно, это самое массовое мероприятие года. Это мероприятие входит в календарь РФСО «Атомспорт». И, конечно же, ему уделяется особое внимание. И у нас приглашены гости различных городов. Сегодня присутствуют здесь город Озерск, город Ладейное поле, Москва, Академики РАН, АКБМ, НИИС, наши коллеги. Город Заречный представлен очень большой компанией. Галина Ладыгин работает ведущим инженером-технологом в производственном объединении «Старт» города Заречный. Уже десятый год подряд женщина приезжает на лыжный марафон и занимает призовые места. В этот раз спортсменка стала лучше на дистанции 5 километров. Дистанция 5 километров у нас спортивная, спуски, подъемы. И хорошо, что в этом году разделили «Старт» по группам. Сначала мужчины, потом женщины, потом дети. У нас обычно случаются завалы на первом же подъеме. В этот раз удалось этого избежать. На финише участников ждал горячий чай и угощение. На мемориал Бориса Глебовича Музрукова любители и профессионалы приезжают не ради медалей. Спортивный праздник – это еще один повод активно использовать для здоровья и провести время в компании своих коллег. Обменяться опытом, а также в очередной раз почтить память выдающегося человека. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!